Вы хотите знать все секреты вечной молодости и неувидающей красоты? Вы знаете, как вкусно и правильно питаться? Вам интересно, где можно купить автомобиль, аксессуары или ювелирные изделия? Вы желаете знать все хитрости квартирного дизайна и интерьера? Вам нужны советы о растениях и животных? Вы хотите, чтобы о ваших успехах и талантах узнала вся страна? Тогда вам именно к нам программу «Давай попробуем». Будет интересно! Давай попробуем начать сначала. Не будем вспоминать вчерашний день. Давай забудем все, о чем молчали. Попробуем на прошлое бросить тень. Всем привет! Это программа «Давай попробуем» и я Назгуль Талипова. Вот мне интересно, знаете ли вы, кто такой стилист и в чем его задача? И все ли пользуются услугами стилиста-имиджмейкера? Наверняка не все, ведь каждый из нас считает, что это ни к чему и это пустая трата денег. Так ли это, вы узнаете прямо сейчас. Сейчас наверняка многие телезрители согласятся со мной, что именно внешний вид человека играет важную роль и первое впечатление на окружающих мы производим именно с помощью стилиста. Ведь никто с первого взгляда не заинтересуется нашим богатым внутренним миром. Потому вопросам визуального образа посвящается особое внимание. Заметьте, большинство публичных людей, политики, звезды шоу-бизнеса и телевидения обращаются к услугам профессионалов для того, чтобы всегда выглядеть эффектно. Ведь именно консультация стилиста – это инвестиции в себя, продукт, который не меркнет даже при чрезвычайных жизненных переменах. Чтобы не быть многословной, сейчас мы на деле покажем, как правильно сочетать несочетаемые цвета. Для этого в самом популярном в нашем городе бутик номер 7 мы пригласили дипломированного стилиста, имиджмейкера Найлюка Кентаеву. Найля не так давно окончила Московский гуманитарный университет факультет фэшн-стиля и уже пользуется большой популярностью в столице Астане и в родной Караганде. Накануне стилист-имиджмейкер прибыла в Караганду и провела незабываемый мастер-класс в бутике номер 7. Когда вы идете на вечеринку и много коллективов, вы не знаете, как одеться туда, чтобы быть уместным, лучше одеть серое платье. Потому что серый цвет – это цвет, который можно додумать. То есть, если вы одеваете серое платье, она вас смотрит и как думает о себе, так как думает о вас. В этом ансамбле слишком нейтральный пиджак и черный топ. То есть, если бы здесь был бы мариновый топ, этот ансамбль уже придумал этот идеал. То есть, здесь мы видим только зеленую юбку. Мы не видим обладательность этой юбки, мы не видим, насколько она красива. Мы видим девушку с зеленой юбки. Здесь хорошее сочетание цветов – малиновый и сиреновый. Но черные туфли в данном луге, они настолько берут для себя внимание, что если бы, может быть, они были бы, например, желтые, то весь ансамбль смотрелся бы лучше. А так, посмотрим, не плохое платье. Здесь, в этом луге лишний горчичный цвет. Все классно, но вот этот горчичный цвет, он здесь лишний. Спасибо нашему стилисту Нейле. Приходите к нам в бутик номер 7. Будьте стильными. Сегодня в центре внимания нашей программы – история молодой женщины с непростой судьбой. Ее рабочий день не помещается в сутки. Ее телефон звонит почти беспрерывно. Работа ее жизнь и невозможное она старается сделать возможным. А самое главное – она умная от природы и активная по натуре. И как многие менеджеры среднего звена, оказалась загнанной в беспощадную цикличность жизни. И в это самое время она решает открыть брачное агентство. И во что бы то ни стало помогать одиноким сердцам находить друг друга. Итак, представляю вашему вниманию главную сваху Краганды – Салтанат Сейдахметову. Добрый день, уважаемые телезрители! Сегодня гость программы «Давай попробуем» – профессиональная сваха брачного агентства Ханума Салтанат Сейдахметова. Салтанат, добрый день! У меня такой первый вопрос – как долго существует ваше агентство? Агентство существует с 2009 года, 6 лет. Как вы считаете, актуален ли ваш вид деятельности в наше время и почему нужно открывать брачное агентство? Я думаю, в наше время как нельзя актуальны, как никогда, потому что у людей нехватка времени и они хотят, как и любые другие услуги, чтобы этим делом, которое у них висит на повестке дня, как бы, ну, чтобы занялись специалисты, потому что людям некогда, во-первых, во-вторых, хотелось бы, чтобы им предложили побольше каких-то вариантов, никто не хочет упускать чего-то существенного и хотят, конечно, в этой области, чтобы это было очень качественно и эффективно. А вот мне интересно, социальные сети, они конкуренты вашему агентству? Социальные сети никогда не будут конкуренты, так как во все времена ценится ручная работа, как говорится, нежели бездушные роботы, компьютеры. Ни с чем не сравнится душевная беседа глаза в глаза, как никогда понимаешь суть человека, чувствуешь его, и лучше, чем компьютер, наверное, знает, что ему нужно. Вот не секрет, все-таки и в социальных сетях люди знакомятся, а потом встречаются, также смотрят друг в друга в глаза. Все-таки люди все равно пересекаются где-то на нейтральной территории. Да. Они потом встречаются, но ни факты, ни гарантии, что человек о себе в тот момент, в первую встречу скажет правду. Моя работа заключается, что я заочно доношу до человека, что тот человек, кого я рекламирую, так скажем, да, он именно тот, за кого себя выдает, а не так, как в компьютерах, как обычно бывает, печальные истории, что это совсем не тот принц. Скажите, пожалуйста, что нужно для того, чтобы оказаться в вашей базе данных? Это очень просто. Сейчас, как вот в этой сфере, в этом вопросе нам помогают социальные сети, потому что очень легко набрать в интернете брачное агентство Караганды, высветится наш сайт hanuma.kyz. И там все подробно можно прочитать и заполнить анкету. Одним нажатием кнопки мы получаем анкету и всю информацию о человеке. Также фотографию обязательно надо прислать. Все это анонимно, человек не должен бояться, что это будет на всеобщее обозрение. Потому что настоящее брачное агентство работает конфиденциально и не выставляет своих кандидатов на всеобщее обозрение. А сколько времени могут находиться данные, анкета человека в базе данных? Неограниченное количество времени до тех пор, пока они, наконец, не отзовут ее по той или иной причине. Это может быть счастливое замужество или женитьба, или же человек по какой-то другой причине не нуждается в этом. А вот скажите, кто чаще всего обращается, кто чаще себе ищет пассию? Это мужчины или женщины? На самом деле, ни для кого не секрет, что статистика преобладает с женщинами свободными. Ну ничего, я считаю, что у каждого есть своя половинка. Раз он пришел на этот свет, Всевышний позаботится о том, чтобы он был кем-то, кто-то нуждался в этом человеке. Другое дело, когда люди не верят в это, и, конечно, нет результатов. Надо верить, ждать, пробовать свои силы, шансы, пробовать во всех областях заняться этим комплексно, как говорится. А вот какие ошибки допускают при выборе пассии в основном те люди, которые подают ангиду? Категоричности не должно быть по отношению к живому человеку, ни у кого. Они задают критерии и хотят, чтобы это точно выдержали, такого быть не может. Человек, он не идеален, поэтому надо всегда давать другому человеку шанс реабилитироваться. Поэтому я советую и не раз встретиться с человеком, дать шанс раскрыться. Иначе при первой встрече сделать ее последней – это ошибка. Друзей никто не отменял, надо общаться, надо дать возможность человеку расслабиться и как-то привыкнуть к вам, повнимательнее разглядеть его. Скажите, вот когда участники клуба знакомств встречаются уже на нейтральной территории, зная друг о друге заочно, все, да, такие вопросы нельзя задавать при первом свидании мужчинам и женщинам, как вы считаете? Да, это большинство ошибок, которые совершают люди на первом свидании. Это такие нелепые вопросы. Они, конечно, хотят опередить события и узнать за одну встречу все, что их интересует. Но чувство такта никогда никому никто не отменял, поэтому я бы не советовала в первый же вечер высосывать, в кавычках, информацию с человека. Это некрасиво, со стороны смотрится, и человеку может показаться это бестактным. Потому что такие материальные вопросы затрагивать нежелательно. Такие как, сколько ты получаешь, где ты работаешь, какие у тебя перспективы, и стоит ли вообще с тобой мне время тратить, это табу. Вот вы часто встречаетесь с своими участниками, и какие в основном у них комплексы, какие вы даете им советы? Есть такие ситуации, когда человек приходит и говорит, ну я бы вот здесь вот-вот-вот с куста бы отсиделся, вы бы за меня все как бы решили, я бы пришел бы на готовенькое не надо, а бы мне там много рассказывать, где я работаю туда-сюда, мою ситуацию, сколько у меня комнат, где я живу, не надо ничего говорить. Вот это ошибка, потому что отсидеться в кустах и решить проблему не получится. Надо о себе заявлять и говорить правдоподобную информацию. И комплексы, в основном вот комплекс обнародования о том, что люди не хотят говорить, кто они есть на самом деле. То есть под маской хотят прийти, а может быть через какое-то время я сниму эту маску. Это нечестная игра для человека, который пришел и хочет знать, с кем он имеет дело. Поступают ли предложения сотрудничества с других агентств, с других стран? Да, поступают. Последнее время поступало с Америки и с Кореей были предложения с агентств, потому что в Корее такая существует тенденция, что женщины очень долго по причине того, что строят карьеру, не задумываются о семейной жизни, а мужчин там много и они хотят создать семью. А с Америкой предложения были такие, что международный большой клуб знакомств, который существует 10 лет, предлагает разместить наших девушек на их сайте. У них, конечно, со всей Европы есть купцы. У нас товар. Им нужен товар. Да, и там они, в общем-то, ищут именно Советского Союза. Также с Россией были предложения. Ну, наш сайт доступен всему миру, поэтому нам мужчины звонят, пишут, например, с России, присылают характеристики казахских женщин. Даже бывало такое, что по вот этим характеристикам эта женщина окажется им идеальной, и они хотят, чтобы мы им такую предоставили, именно для серьезных отношений, для создания семьи. Здесь у нас стопор, замкнутый круг. Дело в том, что очень много наших казахских женщин не идут на это, так как дух патриотизма очень велик. У нас вот с чем столкнулись мы с этой проблемой. Я считаю, это не проблема, а достоинство наших женщин. Поэтому хотелось бы, чтобы наших женщин здесь спрос был на них побольше, потому что мужчины немного вяловаты, и их меньше. Если они есть свободные, их очень много, они не обращаются почему-то. Хотелось бы призвать их, потому что у нас очень много достойных, гордых, красивых женщин, умных, самодостаточных. Вот проблема в том, что мужчины очень долго собираются к нам прийти. А такой вот вопрос, обращаются ли женщины из других стран и ищут ли здесь мужчин в Казахстане? Такого не было еще. Женщины не обращаются. В основном мужчины по всему миру ищут мужчины-женщин, а у нас их много. И они о себе по всему миру хорошую славу создали, как хорошие семьянины, хранительницы очага, не транжиры. И, как всегда, лучше всех других женщин могут выглядеть при самом минимальном раскладе бюджета. А думаете ли вы выйти и планируете на международный уровень сотрудничать с кем-нибудь? Да, с этой американской Dream Marriage, называется сайт знакомств, мы уже сотрудничаем. Я бы хотела пригласить желающих девушек принять участие и вытянуть счастливую лотерей, потому что там очень много желающих мужчин создать семью. Для этого нужно хорошее портфолио. И мы выложим их анкеты. Не хотелось бы за кордон наших женщин пускать, но хочется, конечно, чтобы они обрели свое счастье, потому что время идет, а мужчины наши не такие, как за границей, не так ценят женщин, которые находятся рядом. А скажите, при вашей работе используете ли вы нумерологию? И важно ли это для создания новой черепи? Да, я считаю, это очень важно, потому что миром правят цифры. И это не случайно, это правда. Люди не так внимательны к цифрам, а они несут большие подсказки в нашей жизни. Начиная с нашего дня рождения, они несут смысл и несут удачу. Надо всегда этим пользоваться, надо научиться этим пользоваться. Нумерология очень важна. Существует квадрат Пифагора, который можно посчитать каждому человеку, то есть по количеству каких-то тех или иных цифр, это означает, какое количество присутствует в его жизни. Удачи, здоровья, успеха, много чего. Каждая цифра отвечает за какой-то аспект. Поэтому рекомендуем, и все образованные люди, пользоваться тем, что может помочь нам. Еще такой вопрос тоже, он очень близко расположен к нумерологии. Надо ли использовать астрологию? Астрология тоже важна, потому что, как говорится, браки заключаются на небесах, астрология у нас тоже на небесах. Я считаю, это все им доступно. Нам просто нужно уметь считать это, обращаться к профессиональным астрологам. У нас в агентстве работает девушка, которая занимается астрологией. Она живет в России, но мы сотрудничаем. Желающие могут, мы можем отправить заявку по индивидуальной карте чисел, и она все будет считать там. Просто дополнительный плат там нужно. А какие еще дополнительные услуги вы оказываете для того, чтобы ваши кандидаты выглядели при встрече хорошо, скажем так, эффектно, красиво и так далее? Если человек задался целью, и он к этой цели должен подготовиться капитально, как говорится, для этого нужно подумать обо всем. Начиная с фотографа у нас существуют, услуги фотографа, астролог, психолог, стилист, имиджмейкер, все это существует в нашем агентстве. Я считаю, что если в комплексе, то проблема решится намного быстрее. Скажите, пожалуйста, благодаря вашему агентству на сегодняшний день сколько уже зарегистрировано браков? Я знаю, что сошлось порядка 40 пар. Это за 6 лет. Ну, это, конечно, мало, но я считаю, что это неплохо, потому что благодаря... Мы какую-то лепту внесли в том, что новые дети, родились дети даже в этих браках. Это очень много, я считаю. Если мы посодействовали этому, это большое достижение. Мы работаем дальше, не переставая, но как бы хотелось бы побыстрее этот процесс ускорить благодаря тому, что пополнялась мужская база. Сатана, спасибо вам за прекрасную беседу. Ну, а вашему агентству и вам лично я желаю побед блистательных, чтобы было побольше, много браков. Дорогие телезрители, наша программа подошла к концу. А я еще раз напоминаю, если вы хотите, чтобы многие узнали о ваших достижениях, о новых продуктах и услугах, то вам именно к нам в программу «Давай попробуем». Мы сделаем так, чтобы практически за один день взлетите до невиданных высот. А я не прощаюсь с вами, а говорю вам до свидания. Сау Воленсдарь. Нас поддержали. Такси Форевер. Прокат лимузинов ВИП-Авто. Салон красоты Монро. Салон красоты Монро. Салон красоты Монро. Субтитры подогнал «Симон»